Карамбо ТВ представляет Здарова! Я заметил такую вещь, что как только насидевшись в интернете откидываешься на спинку стула в полной уверенности, что видел всё и знаешь, что удивить тебя больше нечем Японцы сразу же выпускают новую рекламу ПЕСНЯ Вот вам сейчас смешно? У меня ведь тоже ирокез есть Именно по причине этого видео я его не ставлю Знаете, я всегда задумываюсь о том, что творится в головах людей, которые снимают подобную рекламу Откуда у человека могла появиться идея с хлопающими как ладоши ирокезами? Он что, одновременно смотрел документальную программу о бабочках и концерт Кэжалтис? Окей, теперь следующий вопрос Как у них, блять, такие идеи в рекламных агентствах проходят? Я понимаю, что не все агентства плохие и многие очень часто выступают за нестандартный подход к рекламе Но ведь заказчик в большинстве случаев полный мудак, который нихуя не понимает Как заказчик мог согласиться на такую концепцию рекламного ролика? Единственное этому объяснение, что Япония это параллельная вселенная, где всё наоборот Так, нам нужен рекламный ролик про наш новый шампунь, какие идеи? Короче так, есть два варианта, один не очень, другой норм Зашипись, поехали Короче, поехали, да, первый вариант Чувак просыпается, у него на голове дикий жухер, он идёт в ванную, моет нашим шампунем себе голову Тут у него становится крутая прическа, подходят две тёлки с двух сторон с большими сиськами, чувак в шоколаде Ну а второй? Так, второй вариант Мы берём трёх чуваков с огромными ракезами, они поют песни и хлопают ракезами, как будто это у них ладошки наверху, вот такие Зашипись, вот этот и берём Субтитры делал Субтитры делал Рекламы А вообще, если бы наши заказчики не были такими сукунами, то реклама в России была бы гораздо адовее, интересней и смешнее Я не знаю, что было на уме у парня в следующем видео Я не знаю, чего он хотел этим добиться Но одно я могу сказать точно Это был необдуманный поступок Субтитры делал Субтитры делал Субтитры делал Вот серьёзно, о чём он думал, когда протягивал телефон еноту? Неужели он действительно верил в то, что енот ставит туда свою симку? Вообще, я думаю, это не простой енот Просто гопники наконец поняли, что на дворе уже давно не лихие девяностые отжимать мобилы по старинке не катят И вот как раз самый находчивый пацанчик решил выдрессировать на это дело енота Не, ну реально, ведь там чётко видно, что чувак не снимал видео на мобилу, а тупо протягивал её еноту Я не знаю, что случилось с логикой этого чувака Может он почувствовал себя женщиной Представляете, как вся эта ситуация целиком выглядела со стороны? Ребята гуляют по лесу, тут из кустов убегает енот и вдруг один из парней говорит Пацаны, зацените, сейчас я ему мобилу свою дам Зачем? Он ведь её сломает или утащит Я не знаю, мне кажется, это моё предназначение Это то, что я должен сделать После просмотра этого видео становится понятно, что у всех людей разные цели в этой жизни Кто-то рождается, чтобы стать великим писателем Кто-то, чтобы стать доблестным воином А кто-то, чтобы отдать еноту свою мобилу Вообще, судя по последним секундам видео Заметно, что сам чувак как-то не особо расстроен утратой Либо он сошёл с ума от горя и поэтому смеётся Либо это просто его хобби Человек ходит по лесу и раздаёт животным мобильные телефоны Но всё же, если енот украл его телефон и парень проебал все контакты То ему придётся сделать эту блядскую картинку ВКонтакте и отметить на ней всех друзей Ну, по крайней мере, она хотя бы необычной будет Я очень люблю своих друзей И не только потому, что они мои друзья А ещё потому, что они подкидывают мне охуенные видео вроде этого Слушайтесь в звук на заднем плане Да Ксюша Это Мария Семёновна Здравствуйте Ксюша Бабушка у меня в банке Когда? Вчера Ура ты Вставься 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 Я не знаю, что у него в тот момент на уме было Блять, жалко бабуля-то Я думаю, каждый из нас узнал себя в этом псе По-любому у всех был какой-нибудь любимый герой в фильме, сериале или книге, который в какой-то момент умирал У меня, например, такая история с Гарри Поттером была Блять, они убили Дамблдера Я реально после этого момента ещё неделю не мог дальше книгу читать Я, кстати, не удивлюсь, если пёс с тех пор этот сериал больше не смотрит И его можно понять Бабуля наверняка очень много всяких вкусных блюд готовила А теперь ни пирожков, ни мясных кулебяк И в отличие от чувака из предыдущего видео У этого пса была бы правильная реакция А ещё из него отличный игрок в домино получился бы Рыба, блин! Как же я люблю всевозможные алкозамесы Когда из-за полной хуеты люди начинают друг другу щи разбивать Так вот, в следующем видео больше интересна не сама драка, а её начало То, что ты пидор, ёпта Может, ты пидор Сама охуенная в этой завязке пауза Реально, она так атмосферу нагнетает Я, правда, не понимаю, почему мужик справа так долго думал, что ответить Наверняка он сначала хотел как-то подъебать чувака По поводу того, что тот на Брюса Ли похож Но потом понял, что он пьяный и тупо сказал Может, ты пидор А вот, например, если бы это было какой-нибудь квестовой игрой Я бы к этой паузе даже и не стал притрагиваться То, что ты пидор, ёпта Может, ты пидор Может, ты пидор И вообще, может, эта пауза была потому, что мужик набирался сил, чтобы признаться, что он гей, но не смог То, что ты пидор, ёпта Может, ты пидор Может, ты пидор Ну и парочка интересных моментов в самой драке Так Оп Вы ебануты? Нормальным 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 Давай мне висись! Забидоры, а ты сейчас Почему чувак, которого ударом уложили на землю, говорит Нормальным 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 Ему нравится оценивать, насколько хорошо его пиздят Представляю, если бы он занимался спортом и в спаррингах себя так же вел Нормальным 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 А еще мне нравится момент, когда мужик говорит За пидоры отвечать А кто вообще значит отвечать за что-то? Судя по происходящему на видео, отвечать за пидора, например, это тупо получать пизды То есть, получив как следует по щам, ты ответил за то, что ты кому-то что-то сказал? Типа, вы сразу квиты после этого? Ну, тогда у Гитлера был шанс искупить свою вину перед евреями Голокост отвечает Но в конце, как обычно, пришла баба и все испортила И правильно сделала А то приходят всякие ботинки, оставляют и пиздятся на крыльце Вы всю неделю думали, что же показывала вот эта девчонка Кто-то даже вроде и догадался, но мне понравились вот эти варианты А вот этот вообще самый заебись, по-моему А теперь правильный ответ Это была жена, расстроенная, опозданием мужа А следующее видео на интерактив нам прислали вот эти ребята Здорово всем, привет, Макс Догадайтесь, что показывает этот человек Ваши самые интересные догадки, а также правильный ответ мы покажем в следующем эпизоде Присылайте мне видео ответом на ютубе, а также на это мыло То, что вы сами хотели бы изобразить И не забывайте, что каждый четверг на сайте Карамбо Выходят эксклюзивные эпизоды Плюс 100 500 Ставьте лайки и подписывайтесь на новые видео Чтобы научиться открывать бутылку воды своим взглядом Это был Плюс 100 500, меня зовут Максим Пока Кто снимает эти комедии? Сволочи Мелодия одна на весь фильм Взять и написать вторую Первые шесть секунды просмотра Создатели балуют нас великолепной графикой Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...